В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Ирины Исаченко. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Эх, дороги! Выходные аварии в будней проверке. Вопрос нужно решать, кто и когда займется вопросом бродячих собак в Кандалакше. В сотне лучших проект Зеленобургского центра творчества стал победителем всероссийского конкурса. За прошедшие выходные на территории Кандалакшского района произошло два дорожно-транспортных происшествия. Это послужило причиной обследования дорожных участков сотрудниками ГИБДД. В обоих происшествиях пострадали люди. И пусть вина в каждом случае лежит на самих участниках дорожного движения, при обследовании мест ДТП сотрудниками ГИБДД были выявлены недостатки в содержании уличной дорожной сети, что, возможно, усугубило ситуацию. К примеру, жителям улицы Фрунзе просто приходится пользоваться проезжей частью из-за затянувшегося ремонта сетей. Здесь же и был совершен наезд на пешехода. Пешеходы у нас это та категория участников дорожного движения, которая наименее защищена. И наша задача сделать все условия для безопасных передвижений по автомобильным дорогам. Мы видим, что участникам дорожного движения пешехода приходится идти по проезжей части дороги. Что хочется сказать, что при первоначальной проверке данного места установлено, что разрешения на данные проведения дорожных работ у них отсутствуют, просрочено 30 сентября. Ну а также имеется ряд недостатков именно в установке технических средств ограждения данных мест. Кроме мест недавних ДТП, также были обследованы и другие вызывающие нарекания участки дороги. По мнению сотрудников ГИБДД в Кандалакшском районе, достаточно много проблемных мест. Но работа по ним ведется, и тем, кто отвечает за их обслуживание, придется либо устранить недостатки, либо отвечать за свое бездействие уже перед прокуратурой. Также сегодня в рамках планово-воездного рейда осмотрели проблемные дороги и специалисты администрации. Такое обследование в Кандалакшском районе проводится два раза в год – весной и осенью, для того, чтобы выявить участки, наиболее нуждающиеся в ремонте. Сегодня в центре внимания оказались уличные дорожные сети поселка Нивский, микрорайонов Лисозавод и Нива-3, а также центральная часть города. Участки выбираются наиболее разрушенные, как мы видим здесь, в Нивском улице Кондрашкина, находятся в достаточно разрушенном состоянии, как и некоторые улицы в городе Кандалакши. В этом году уже не будет никакого ремонта, планируется на следующий год, все будет зависеть от количества денежных средств в местном бюджете. Также мы планируем участвовать в конкурсе в областном на предоставление субсидий с области. Обследованные дороги на будущий год должны быть отремонтированы полностью, но в случае недостатка бюджетных средств придется ограничиться лишь ямочным ремонтом. Ну а пока продолжается плановое обследование состояния уличной дорожной сети. И в его рамках следующая комиссия посетит село Лувиньго. Проблема бродячих собак в нашем городе уже не первый год является одной из самых обсуждаемых среди горожан. Беспризорные сбиваются в стаи, пугая прохожих и неся в себе угрозу в первую очередь для маленьких кандалакшан. А сегодня вопрос о бездомных четвероногих обсуждался в администрации. Сегодняшнее совещание, прошедшее в администрации, было посвящено вопросу регулирования численности безнадзорных животных. В связи с недавными изменениями в законе Мурманской области о содержании животных, данные полномочия переданы на уровень городских поселений. Новый порядок их исполнения уже разработан и утвержден. Основное требование нового закона – определение перечня организаций, которые имеют соответствующую лицензию на осуществление данной деятельности, начиная от отлова и заканчивая утилизацией тел животных, подвергшиеся в случае необходимости эвтаназии. Ранее деятельность по отлову, стерилизации и содержанию бездомных четвероногих осуществляла МУП «Недвижимость Кандалакши». Но в связи с банкротством предприятия соглашение было расторгнуто. Теперь необходимо провести обязательные конкурсные процедуры по выбору новой подрядной организации, которая и займётся регулированием численности безнадзорных животных в Кандалакши. Соответствующие изменения в программу уже внесены и должны быть утверждены на ближайшем заседании городского совета депутатов. После чего пройдёт аукцион, предварительные итоги которого состоятся 26 ноября. Как обстоят дела с криминогенной обстановкой в нашем городе и районе? Кому обратиться, если есть вопросы к правоохранительным органам? 15 октября это можно будет сделать на сходе граждан, организованном во Дворце культуры «Металлург». В этот четверг, 15 октября, МВД России «Кандалакшский» приглашает жителей города и района принять участие в сходе граждан, на котором полковник полиции Вячеслав Рыманов доложит о состоянии оперативной обстановки на обслуживаемой территории. Он также сможет ответить на все вопросы от населения. Встреча пройдёт во Дворце культуры «Металлург» в 18 часов. Новые правила приобретения единого социального проездного билета наконец-то установлены. Теперь данная льгота доступна тем пенсионерам, чьи доходы не превышают величину прожиточного минимума более чем в 2,5 раза. В течение августа и сентября региональным министерством социального развития проводился мониторинг уровня доходов покупателей единых социальных проездных билетов. На основании полученных данных и было принято окончательное решение. Таким образом, для приобретения проездного уровень дохода пенсионера не должен превышать 29 152 рубля. А это значит, что подавляющее большинство региональных льготников сохранят своё право на данную льготу. Подтверждать свой доход будет необходимо раз в полгода, обращаясь за справкой в Центр социальной поддержки населения. В «Сотне лучших» программа отдыха и оздоровления подростков «Приключения следопытов» в палаточном лагере «Остров сокровищ» по итогам всероссийского конкурса вошёл в число лучших практик по организации летнего отдыха. Уникальный проект «Остров сокровищ» впервые был реализован летом 2014 года. Тогда на острове Лайда-Салма, что в Зеленоборском, высадили первый десант подростков. Педагогический коллектив Центра развития творчества под руководством Елены Соколовой предложил ребятам не просто с пользой провести время в условиях, максимально приближённых к экстремальным, но и попытаться найти клад, спрятанный в недрах острова. Затея зеленоборских педагогов пришлась по душе и детям, и взрослым. В этом году проект было решено продолжить. Педагоги вышли с новой идеей на своем «Острове сокровищ» реализовать программу «Приключения следопытов». Причём эта программа была посвящена прежде всего празднованием 70-летия Великой Отечественной войны в нашей стране. То есть они совместили в одном проекте и привлечение детей к здоровому образу жизни, и привитие им туристских навыков, и в то же время патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. Остров Сокровищ не только будет продолжаться, но и не исключено получит новую жизнь в других регионах страны. Накануне стало известно, что проект Зеленоборского центра развития творчества детей и юношества стал победителем всероссийского конкурса «ТОП-100» и вошёл в число лучших практик России по организации летнего здравительного отдыха. Это все новости, которые мы успели подготовить для вас сегодня. Далее вас ждёт блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго и до встречи!